Мы прокачали танк для прокачанного тарифа. Мы уменьшили разброс орудий и снизили время его перезарядки и сведения. Увеличили бронепробиваемость снарядов и усилили бронирование башни. Так чего же ты ждешь? Подключайся на игровой и получи Т-44-100Р и премиум аккаунт на все время пользования тарифом. Всем привет, ребятки, с вами Джов, и сегодня я вам расскажу про самых красивых стримерш World of Tanks. Игра у нас, конечно, сугубо мужская, но даже в нашей славной болотце за 7 лет затесалось какое-то количество представительниц прекрасного пола. О них сегодня и пойдет речь. Так что, друзья, усаживайтесь поудобнее, руки обязательно держите на столе и приготовьтесь разряжать лайкометы. Мы начинаем. И первым делом нельзя не упомянуть одну из первых блогерш по World of Tanks Анну Костенко, она же Койлнова. Начинала Аня около 5 лет назад, а вот забросила танки уже как года 2 или 3. Точной причины я не знаю. Но вроде бы или картофельные танки надоели, или Аня решила на спонсорской основе играть в другие, альтернативные танки. Разные там тундры, арматы и кроссауты. Ну тут в принципе все понятно. Зачем бесплатно играть в одно, если можно за бабло, во что-то другое. Не важно во что. Живет Аня в Севастополе, и у нее вроде даже есть молодой человек, но она его от публики скрывает. Отличительной особенностью Анны являются ее впечатляющие внешние данные. Настолько впечатляющие, что даже ребята из Немаги посвятили ей отдельный обзор, в котором подробно обсудили ее большое ВЛД. Но у нее ВЛД явно побольше Полинкиных будет. Наконец я плавно подошла к самой серьезной и ответственной стадии. Это сборка компактов. Нет, все-таки боюсь не управимся, мы вдвоем в рандоме. С такой артиллерией нужно отзов вызывать. Собственно говоря, Аня и сама не стесняется пользоваться своими внешними данными для привлечения аудитории. А ее вечерние стримы, так называемые ток-шоу, примечательны тем, что около 70% пространства экрана на стриме занимает ее, эммм, богатый внутренний мир. И он настолько большой, что смотреть на что-то другое у зрителей просто не получается. Такой вот стримерский магнетизм. Но, друзья, Ане Костенко нужно отдать должное. Она отличается от других девушек еще и тем, что очень неплохо разбирается в железе. Сама на канале, иногда даже в прямом эфире, собирает себе мощные компьютеры и делает это без помощи представителей сильного пола. Вот такое среди девчонок-геймеров встретишь очень-очень редко. В основном девушки с железом на «вы». Трис, она же Юля. А вот это наша гостья самая жесткая среди всех девчонок. В том смысле, что очень хорошо играет и в танки, и в другие игры. Вот такой вот у нее, предполагаю, пунктик. Любит она везде быть крутой. Трис – это статист в юбке. Играет она в танки очень-очень скиллово. Даже лучше Джова. Угу. И такое бывает. А значит, друзья, вы смотрите на девчонку, которая играет лучше большинства из вас. Чувствуете? Вот чувствуете сейчас, как ваша мужская самооценка падает с каждой секундой? Да-да-да, то-то же. Ибо не надо так роковать в рендоме. Когда Трис на стримах играет соло, достаточно молчаливо и лишь изредка бомбит на союзников. Что смотрится у нее вполне органично. А вот во взводе в танках или в скваде в пупге, мила, разговорчива и даже может пошутить. Особенно на тему отношений между полами. Подозреваю, что Трис – скрытая феминистка. Но это, как любит говорить Big Russian Boss, не точно. Трис. Прости меня, конечно, но я не мог этого не сказать. Наша героиня еще известна и тем, что является девушкой одного из самых именитых киберспортсменов World of Tanks – Страйка. О чем она сама не любит упоминать и вообще не любит об этом разговаривать. Потому что, видимо, не хочет быть просто девушкой какого-то там известного киберспортсмена, а хочет быть самодостаточной личностью в медиапространстве. Что, в принципе, справедливо. Они, кстати, друзья, и познакомились на одном из финалов World of Tanks в Киеве. И теперь вот девушка живет со своим молодым человеком в Смоленске и вместе с ним же играет в одну игру. Вот так вот онлайн-игры помогают людям не только убивать время, но и находить друг друга. А после счастливо задротить вместе. Хэппи, как говорится, энд. А, и да, чуть не забыл. Трис еще очень и очень неплохо танцует. Ну, смотрите сами. Трис еще очень и очень неплохо танцует. Варьер Лейди. Она же Натали. Эту девушку я достаточно часто приглашал на свои стримы, но к своему стыду я знаю о ней достаточно мало. Живет в Крыму, состояла в клане Корм, занимался организационными вопросами, участвовала и участвует в различных клановых движухах. Очень неплохо играет. Долгое время просто бывала гостей у разных стримеров на стримах, но сама не стримила. И вот относительно недавно только начала. От других девушек отличается наличием, ну, очень приятного голоса, за который Наташу и любят. А еще у Натали приятный характер. Она всегда на позитиве, у нее отличное чувство юмора в купе с самоиронией. Да-да, это именно та девчонка, с которой можно на стриме пошутить на тему «Мы сейчас пососем брендами». И она не обидится. Брюнетка говорит, ну что… О, я ждал этого, я этого ждал. Ну что, говорит, мы сегодня будем нагибать или обычно, как всегда, насасывать. Блондинка такая, да меня оба варианта устраивает. Хорошие они годы пошли, мне нравятся. Как говорится, что естественно, то не безобразно. Рыжая. Она же рыжая бестия, она же Люся. Живет в Питере, но бывает везде. Я, честно говоря, всегда думал, что девушки, которые родились в Питере, должны быть высокодуховными, такими себя интеллигентными, с нотками снобизма. Не говорить матерный синоним слова «член» и вообще иметь сплошь и рядом богатый внутренний мир. Слава сербу, Люся родилась не такой, а наоборот, позитивной, жизнерадостной и очень веселой. Основная фишка ее стримов – это естественность и прямота. А еще хорошее чувство юмора и самоирония, что лично я очень ценю. Чего стоит хотя бы тот момент, когда мы с Дезертодом у меня на стриме за какое-то там количество лайков уговорили рыжую взять в рот… Кхм, леденец. Ну, типа скосплеить игру команды Na'Vi на последнем гранд-финале. Ну, в смысле, что Na'Vi тоже отсосали. Первый бой, поражение. Ча-ча-ча-ча-ча-чика. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Ты вытаскиваешь впереди еще две катки! А-а-а-а-а-аа-а-а-а-а-а-а-а-а-аспорт! У-о-о-о-о-о-о! Я чини sense! Ха-ха-ха-ха! Так, команды передышку взяли, вторая, вторая, больше. Так, еще пять каток, Люся! Опять каток… Короче говоря, Люся веселая, забавная и умеет играть бровями. Развалиться в кресле, закинуть ноги за голову и лайтово играть на плойке в какую-то ламповую игрушку, это вот все про нее. Мозолька. Она же Екатерина Мозолева. Одесситка. Человек настроения, как мне кажется. Иногда она у нее хорошая, иногда не очень. Очень ранимая натура, которую легко обидеть или вывести из равновесия. Чем иногда и пользуются ее знакомые стримеры. Играет в танки и пытается делать это скиллово. Вследствие чего достаточно часто бомбит на стримах, что не очень-то ей идет с ее-то няшной внешностью. В кулуарах World of Tanks поговаривают, что пример для подражания у Мозольки Трис и Катя хочет быть на нее похожа. Типа хочет стать супер скилл герл. Вот и поэтому потеет на статку на стримах. Как по мне, это зря. Лучше бы она просто играла и получала удовольствие. И поменьше бомбила. Но на самом деле Кате можно многое просить хотя бы вот за этот ролик. Алина Рин. Любительница Японии и всего японского. Бывшая модель занималась озвучкой мультфильмов. Быстро завоевала популярность благодаря няшности, мимимичности и порой забавному поведению. Отличительная фишка стримов Алины это, наверное, косплей. Под каждый стрим она красится и наряжается в стиле игры, что иногда выглядит очень атмосферно. Правда в танке она уже давным-давно особо даже не играет, в основном проходят разные там сюжетные игры. Но у Алины, на мой взгляд, та же проблема, что и у Мозольки. Если у нее что-то не получается в игре, она начинает жутко бомбить. Ну или нервничать. Кому-то это нравится, кому-то нет, но большинство зрителей вроде бы находят это забавным. А в целом разговорчивая, веселая и общительная девушка. Но опять же, зависит от своего настроения. Ну и последняя наша сегодняшняя героиня Ангелина 031 вот. Или же просто Ангелина. Ну оооочень энергичная девчонка. Вообще прямо. На своих стримах всегда на таком позитиве и в таком бодрячке, в таком бодром расположении духа, что случайные зрители в комментах гадают, не использует ли эта девчонка какой-то допинг. Субтитры создавал DimaTorzok Впрочем, на самом деле, конечно же нет. Люди, видевшие ее в реалии, рассказывают, что она и вне стримов такая же заводная. Ну, короче, женщина-факел. Особо много стримов я ее не видел, но знаю, что на них она танцует, дурачится и занимается всякими другими забавными вещами. Вот такой вот, ребятки, у нас сегодня получился топ самых красивых, забавных, веселых, общительных стримеров World of Tanks. Вы, наверное, меня спросите, Джофф, а почему ты топ не распределил по местам? Ну, типа, где последнее место, где первое? Друзья, я решил этого не делать по двум причинам. Во-первых, я не хочу никого обижать, не хочу никакую девчонку ставить на последнее или первое место. Это было бы некрасиво. Во-вторых, мы, друзья, все мужчины и у всех вкусы разные. Кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетки, кому-то шатенки, кому-то рыжие. Поэтому навязывать свое мнение я никому не хочу. Пусть каждый выберет себе свою самую красивую в комментариях. Пишите в комментах, кто вам понравился больше всего. Пишите в комментариях, с кем бы вы с удовольствием замутили. Ну и все такое прочее по классике. А также не забывайте жать лайк этому видео, если вам понравилось. И пишите в комментариях, какой еще топ в ближайшем времени интересный для вас записать. Спасибо, что посмотрели. И, друзья, даже если вы играете в World of Tanks, не забывайте посматривать на красивых девушек. Даже в нашей мужской игре они есть. Спасибо за внимание и пока-пока.